Казахстан призывает все вовлеченные стороны обеспечить безоговорочную эвакуацию из сектора газа гражданских лиц, включая казахстанцев. Об этом министр иностранных дел нашей страны Мурат Нуртлеу заявил на экстренном саммите Лиги Арабских Государств и Организации Исламского Сотрудничества. Сейчас в палестинском анклаве остаются 76 наших соотечественников. Вместе с членами семьи это 161 человек. Ранее в телефонном разговоре с израильским коллегой Эли Коэном Мурат Нуртлеу подчеркнул, что эвакуация казахстанских граждан это первостепенный приоритет нашей страны. Официальный Тель-Авив обещал оказать помощь в этом вопросе. Как только казахстанцы пересекут пропускной пункт Рафах на границе с Египтом, за ними вылетит спецрейс для эвакуации. В целом в секторе газа сохраняется крайне сложная обстановка. Казахстан уже направил для поддержки палестинцев миллион долларов и планирует выделить дополнительную помощь. 37-й день войны на Ближнем Востоке. Израиль продолжает наземную операцию и зачистку кварталов на севере Газы. В пятницу Хамас обвинил противников в обстреле трех больниц и школы. Как минимум 22 человека погибли. В Тель-Авиве говорят, что именно в этих районах скрывались боевики. В ООН призывают прекратить неизбирательные бомбардировки и увеличить гуманитарные паузы. Израиль согласился прерывать военные действия на 4 часа в день, чтобы мирные жители могли получать помощь. Хотя продовольствия и медикаментов по-прежнему не хватает. В больницах многие операции проводят без наркоза. По информации Хамас, число погибших палестинцев превысило 11 тысяч. По данным местных врачей, каждые 10 минут в Газе погибает один ребенок. Черно-белые оттенки дипломатии решительное нет сепаратистам, а также испытания большой водой в жидком и более твердом виде. В нашем традиционном обзоре мировых событий недели. В северо-восточные регионы Китая раньше времени пришла зима. В провинции Хэйлунцзянь объявленный высший уровень опасности. Отменили более 400 авиарейсов. Закрыли детские сады и школы. Убирать снег вышли более 100 тысяч человек и 20 тысяч единиц спецтехники. Синоптики говорят, что холодный фронт может привести к понижению температуры, способной побить исторические рекорды для этого времени года. В некоторых городах, включая Пекин, раньше времени обещали подать тепло. Местных жителей попросили без необходимости не выходить из дома. Из-за снегопада частично парализовано транспортное сообщение. Нарушена работа поездов. Многим автомобилистам потребовалась помощь. Я опаздываю на работу, а моя машина застряла. Спасибо спасателям, помогли. Сам бы я не справился. Не обошлось и без жертв. В одном из спортзалов обрушилась крыша. Три человека погибли. Точной причиной трагедии еще предстоит выяснить. Не исключено, что одна из них – погодные условия. Так же, как и в Китае, наивысший красный уровень опасности объявлен во Франции. Правда, причины другие. Ураган Кьярон принес на север страны проливные дожди, которые, в свою очередь, спровоцировали разлив рек. Десятки населенных пунктов в провинции Паде-Кале оказались под водой. Никто из местных не припомнит чего-то подобного здесь. Я никогда такого не видел. Вода прибывала с невероятной скоростью. Вся мебель в доме, техника, все испорчено. В моем доме стояла вода глубиной почти полметра. Нас успокаивает, что это лишь вещи, главное, никто не пострадал. Но я настроена пессимистично. Оценить весь ущерб мы сможем, когда этот ужас утихнет. Пока остается только тихо плакать. Для помощи региону мобилизовали полторы тысячи спасателей, которым пришлось достать лодки. По-другому передвигаться по улицам было невозможно. Для фермеров, которых в Паде-Кале много, приход большой воды не просто проблема, а настоящая катастрофа. Затоплены поля и подворья. Французские заводчики опасаются, что из-за долгого пребывания в воде их знаменитые коровы пострадают от переохлаждения. Никакие суммы пока не озвучивали, но, по словам представителей власти, ущерб значительный. Взрыв петард и свист резиновых пуль. На улицах Мадрида развернулись настоящие уличные бои между полицией и местными жителями. Теми, кто выступает против недавнего решения главы испанского правительства. Партия Педро Санчеса победила на выборах летом, но не смогла сформировать парламентское большинство. Для этого нужны союзники. И единственный подходящий кандидат – партия сепаратистов. Однако у будущих партнеров есть обязательное требование – амнистия для всех осужденных за попытку отделения Каталонии от Испании 6 лет назад. Противники такого решения вышли на улицы в разных городах страны. Когда я прочитала условия сделки, у меня волосы дыбом встали. Никто, ни один политик не имеет права подписывать нечто подобное. Мы здесь не из-за идеологии, а против того, что является неконституционным. Это противозаконно. Они не имеют права решать вопрос о территории, которая им не принадлежит. Каталония принадлежит всем испанцам. Под амнистию могут попасть около полутора тысяч человек, активистов и политиков, среди которых бывший испанский премьер-министр Карлес Пучдемон. Сегодня он в Бельгии. На родине его ждет 30-летнее тюремное заключение. Жертвы политических преследований, в том числе и я, имеем право на реабилитацию и гарантии того, что такого с нами больше не повторится. Народ и власть в прямом и переносном смысле оказались по разные стороны баррикад. В уличных потасовках пострадали 30 полицейских, 15 человек арестованы. Если амнистию одобрит Конгресс, Пучдемон сможет вернуться в Испанию и потенциально баллотироваться на пост президента. Это был самый посещаемый вольер Смитсоновского национального зоопарка за последний месяц. Жители округа Колумбия прощались с тремя гигантскими пандами, которых Китай отзывает домой. Все бамбуковые медведи в мире принадлежат Поднебесной. Это величественные животные. Мы приходим сюда в третий раз за последний месяц. И я наслаждаюсь каждой минутой. Я надеялась, что они смогут вернуться. Я надеялась, что они и в этот раз смогут продлить контракт, как удавалось это делать ранее. Но продлить контракт не получилось. Каждый медведь, отправленный за границу, приносит Пекину до миллиона долларов в год. Хотя тут вопрос вовсе не в деньгах. Эксперты вновь заговорили о так называемой пандой дипломатии. Многолетняя практика показала, что Китай отправляет животных, признанных национальным достоянием, в дружественные страны или те, с которыми планируют наладить отношения. Появилась и шутка. Хотите китайские контракты? Вам нужен медведь. Первые панды появились в США почти полвека назад, после исторической поездки президента Никсона в Китай. Неделя, изменившая мир. Так писали про этот визит в прессе. Он прошел настолько успешно, что председатель коммунистической партии Мао Цзэдун преподнес гостям двух панд. В начале 2000-х в Вашингтон привезли новую пару медведей, у которых позже появился малыш. И вот все трое отправились на историческую родину. На 19 часов полета пушистым пассажирам упаковали почти 100 килограммов бамбуковых стеблей. Все спрашивают, как я себя чувствую. Это была тяжелая неделя, но мы по-прежнему привержены нашей программе сохранения гигантских панд и с нетерпением ждем возможности отпраздновать тот день, когда панды смогут вернуться в Вашингтон. Китай уже забрал своих панд из зоопарков Мемфиса и Сан-Диего. Остались последние четыре особи в Атланте. Но и у них тоже есть обратный билет. Вашингтон не теряет надежды договориться с Пекином, хотя ранее Поднебесная отозвала своих медведей из Нидерландов и Японии. На очереди Австралия и Великобритания. Лаурен Урланд, Талгат Салямканов, программа «Аналитика».